Как уже было сказано, радикальная цистоктомия является стандартным подходом к лечению мышечно-инвазивного неметастатического рака мочевого пузыря, но, увы, у половины наших пациентов в течение первых пяти лет после операции развивается прогрессирование опухолевого процесса. Ну что же, нам нужно как-то улучшать результаты радикальной цистоктомии. Как? В нашем арсенале есть неоадювантная и адювантная терапия. Преимущественная неоадювантная химиотерапия при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря вам хорошо известна. Это повышение вероятности радикального удаления опухоли, лучшая ожидаемая переносимость химиотерапии у неоперированных больных и, конечно, оценка чувствительности опухоли к цитостатикам инвива. Но, если мы столкнемся с первично резистентной уротелиальной карциномой, мало того, что мы получим токсичность, мы еще и отсрочим радикальное хирургическое лечение. И хотя все исследования, которые говорят о том, что отсрочка радикальной цистоктомии на 3 месяца и более приводит к значимому снижению общей выживаемости, это не было показано для больных, которые получали неоадювантную химиотерапию. В целом, в ряде исследований, которые проводились в основном до 2000 года, было показано, что неоадювантная химиотерапия в разных режимах, монотерапии цисплотином, MCV, MVAC, GC, карбогем, позволяют улучшить результаты лечения больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. И метаанализы исследований тех лет показали, что неоадювантная химиотерапия значимо увеличивает общую выживаемость пациентов, снижая риск смерти на 9-10%. При этом было продемонстрировано, что увеличение общей выживаемости реализуется только при использовании комбинированных режимов, основанных на цисплотине. Карбоплотин нет, монотерапии цисплотином нет, только цисплотин основанные комбинации. Прошли годы, было завершено несколько крупных, хорошо спланированных и качественно проведенных рандомизированных исследований, прежде всего это серия исследований Нордик и БИ-308-94. И введение данных этих исследований в метаанализы показало и подтвердило, что неоадювантная химиотерапия значимо снижает риск смерти, но при этом, посмотрите, риск смерти при последующих метаанализах снижался уже на 13-21%. Почему? Да потому что увеличилась частота использования комбинаций основанных на цисплотине. Это следствие внедрения в клиническую практику тех данных, которые были получены за 10 лет до этого. Интересно, что когда развилась пандемия ковида, во всех странах, в том числе в нашей стране, активно обсуждались возможности деинтенсификации лечения онкологических пациентов, для того, чтобы пациенты реже приходили в стационары, реже приходили в поликлиники, меньше инфицировались и так далее. В том числе это коснулось и больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Именно во время ковида был проведен субанализ данных пяти рандомизированных исследований. Это были исследования высокого качества. И в этих исследованиях были доступны индивидуальные персональные данные больных раком мочевого пузыря Т2Н0М0. При этом было продемонстрировано в двух исследованиях, что неоадювантная химиотерапия увеличивает общую выживаемость этой категории пациентов с минимальной распространенностью опухолевого процесса. А вот три исследования были негативными. И метаанализ данных также продемонстрировал, что при Т2Н0М0 у ротелиальной карциномии мочевого пузыря проведение неоадювантной химиотерапии не приводит к значимому снижению риска смерти. Но эти данные не были приняты во внимание в актуальных рекомендациях. Я согласна с тем, что этих данных недостаточно для того, чтобы мы отказались от неоадювантной химиотерапии при раке мочевого пузыря Т2Н0М0. Почему? У нас очень высока частота ошибок стадирования категории Т. И радикальные цистоктомии у больных, оперированных об фронт, без всякого неоадювантного лечения, к сожалению, подтверждают, что, как правило, мы гипостадируем опухолевый процесс. Но, помимо этого, недостаточный уровень доказательности инерции сыграли свою роль. Но, тем не менее, посмотрите, уже пошел маячок. И я думаю, что такие исследования, прицельно сфокусированные на больных с категорией Т2Н0М0, будут проводиться в дальнейшем. Сколько циклов химиотерапии нужно провести? Если почитать рекомендации, вот это 3-4, иди больному скажу, что вот это вот, ну 3-4, может быть, мы тебя еще недельку помучим, а может быть, нет, никто не знает, как лучше. Действительно, сколько же циклов цисплазиноосновной комбинированной химиотерапии нужно проводить? В многоцентровом ретроспективном исследовании с балансированным распределением больных в группе, в пост-хок анализе данных было показано, что 3 цикла GC сопоставимы с 4 циклами GC в отношении общей специфической выживаемости. Ура! Это можно было бы поднять на знамена, сделать стандартным 3GC с низким уровнем доказательности, если бы в течение последнего года очень бурно из трибуны скулуаров не начал бы обсуждаться вопрос, а какой вообще режим химиотерапии мы должны использовать в неоадюванте. Ранние исследования доказали эффективность режимов CMV, MVAC, GC. GC с уплотненной дозой, сразу скажу, провалился во второй фазе клинических испытаний. К сожалению, очень высока была частота тяжелых сосудистых нежелательных явлений, режим больше не изучается. А вот дозу DENSE MVAC, MVAC с уплотненной дозой и введением в схему лечения колонии стимулирующих факторов показал очень высокие показатели полных патоморфологических ответов во второй фазе клинических испытаний. И, конечно, была опубликована целая серия ретроспективных. Было проведено одно проспективное рандомизированное исследование, которое сравнивали дозу DENSE MVAC со столь любимым нами GC. Хочу сразу сказать, что из пяти наиболее значимых исследований, включая рандомизированное, только одно было позитивным. Это было исследование Заргора, которое показало, что дозу DENSE MVAC значимо увеличивает общую выживаемость по сравнению с GC. А вот то исследование, на основании которого потихоньку начали меняться международные, в том числе наши российские национальные рекомендации, это исследование VESPER, рандомизированное исследование третьей фазы, проведенное французами. На мой взгляд, в этом исследовании, в его дизайне, способе анализа и препонесения данных слышен прямо-таки очень явный французский акцент. В нем очень много недостатков. Но, тем не менее, исследование VESPER включало больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, которых рандомизировали на неоадьювантную химиотерапию в режиме GC4 цикла или с DOS DENSE MVAC 6 циклов с последующим выполнением радикальной цистоктомии, проведением адьювантной химиотерапии у больных, которые имели патоморфологическую категорию T3 и выше, или имели позитивные лимфозлы. Суть идеи в этом исследовании – это подвести максимальную дозу цисплотина за короткий промежуток времени для того, чтобы реализовать максимально полный патоморфологический ответ и на пике этого ответа максимально радикально соперировать пациента. Надо сказать, что неоадьювантную химиотерапию, согласно протоколу, завершило только 60% больных в группе DOS DENSE MVAC. В группе GC таких больных было 84%. Очень высока была частота выполнения цистоктомии в этом исследовании – 91%. Это выше, чем в Нордик. И обратите внимание, запланированную адьювантную химиотерапию получило только 40% больных, которые были рандомизированы в группу DOS DENSE MVAC, и 81% пациентов, которые получали GC. Первичной конечной точкой исследования ВЕСПР являлась трехлетняя безрецидивная выживаемость, и она не была достигнута. Исследование по первичной конечной точке было негативным. Но наши французские коллеги пошли оригинальным путем. Они выкинули из анализа данных всех пациентов, которым проводилась адьювантная химиотерапия. То есть это пациенты с самыми патоморфологически неблагоприятными прогностическими признаками. Это те больные, которые во всех исследованиях тянут кривые выживаемости вниз. Вот после того, как этих больных исключили из анализа, в группе DOS DENSE MVAC безрецидивная выживаемость оказалась значимо выше, чем у пациентов, которые получали GC. Общая выживаемость и специфическая выживаемость не являлись никакими, ни первичными, ни вторичными конечными точками этого исследования. Незапланированный анализ общей выживаемости во всей популяции исследования не показал преимущества какого-либо режима, но после экстракции данных больных, получавших адьювантную химиотерапию из анализа, было получено значимое преимущество общей выживаемости в группе только неоадьювантной химиотерапии. И, наконец, незапланированный анализ специфической выживаемости, который был доложен на АСКО в этом году, показал, что в группе DOS DENSE MVAC специфическая выживаемость была значимо выше, как во всей популяции пациентов, включенных в исследование ВЕСПР, так и у больных, которые получали только неоадьювантную химиотерапию. Это моментально отразилось в международных рекомендациях, в том числе в рекомендациях НССН, и повлияло в том числе на проект рекомендаций, который появится в нашей стране в 2024 году. Ожидаемо DOS DENSE MVAC ассоциирован с большей частотой анемии, фибрильных нитропенит, тышнаты рвоты и астений. Большинство метаанализов, которые уже включили исследование ВЕСПР, показывают, что DOS DENSE MVAC дает преимущество в отношении общей смертности и снижения категории ПТ, но, к сожалению, а я очень этого ждала, DOS DENSE MVAC не привел к увеличению частоты полных патоморфологических ответов. Конечно, уровень доказательности крайне низкий, но, тем не менее, это говорит о том, что увеличение интенсивности дозы, увеличение дозы цисплотина, которая подводится в неоадьювантном режиме, дает некоторые преимущества нашим пациентам. Еще один вопрос, с которым мы часто сталкиваемся в клинической практике, можем ли мы применять разделенную дозу цисплотина, проводя неоадьювантную химиотерапию. Иногда мы все сталкиваемся с пациентами, когда очень хочется каким-то образом повысить возможности перенесения необходимого количества циклов химиотерапии. К сожалению, рандомизированных проспективных исследований, посвященных этому вопросу, нет, но я для себя нашла очень симпатичное исследование, которое было опубликовано несколько лет назад, которое сравнивало стандартные дозы цисплотина и модификации с разделенной дозой в рамках режима NGC, при этом не было выявлено значимых различий частоты объективных ответов и частоты значимых нежелательных явлений, из чего я сделала для себя вывод, что разделенную дозу при необходимости применять можно. Многие хирурги опасаются передавать пациентов химиотерапевтам для проведения неоадювантной химиотерапии. Как я его буду потом оперировать? У него не будет тромбоцитов, у него будет инфекция, я столкнусь с фиброзом тазовой клетчатки, мне просто будет неудобно оперировать этого больного. Обратите внимание, неоадювантная химиотерапия не влияет на риск операционных осложнений и на структуру этих осложнений. Поэтому не нужно бояться проводить неоадювантную химиотерапию, и если операция выполняется в положенные сроки, вы не столкнетесь с тем фиброзом, с которым мы, например, сталкиваемся, выполняя забреживные лимфоденоктомии после химиотерапии при герминогенных опухолях яичка. И самый важный вопрос, который постоянно задают и пациенты, и врачи друг к другу, которые все время обсуждаются. Что делать при полном ответе на неоадювантную химиотерапию? Хотелось бы сразу на входе заявить о том, что полный клинический ответ не эквивалент полного патоморфологического ответа. Инструментов выявления пациентов с полным патоморфологическим ответом нет. Полным клиническим ответом на химиотерапию в неоадювантном режиме является отсутствие опухолеприцистоскопии, турбиопсии, радиологическом обследовании и негативном цитологическом исследовании мочи. Цистоскопия обманывает нас в 50% случаев, турбиопсия обманывает нас в отношении категории CT0 в 60-64% случаев. Про радиологическую визуализацию и цитологическое исследование мочи, я думаю, можно не упоминать. Стандартный подход к лечению больных с полным клиническим ответом это радикальная цистоктомия. При этом посмотрите, вот эта верхняя, это не кривая, это прямая общей выживаемости больных, которых подвергли радикальной цистоктомии при полном клиническом ответе на неоадювантную химиотерапию. Это пациенты с наилучшим прогнозом. И это очень хорошо, если мы оперируем больных с полными клиническими ответами. Какие есть альтернативы? Ничего не делать, динамическое наблюдение, выполнить резекцию мочевого пузыря или провести тетрамодальную терапию. Давайте посмотрим. По динамическому наблюдению, конечно, данных практически нет. Я смогла обнаружить только три исследования. Во-первых, это работа, ретроспективное исследование глубоко мною уважаемого и любимого господина Хер, который наблюдал за 63 пациентами, отказавшимися от радикальной цистоктомии при полном клиническом ответе. При этом рецидивы развелись у 64% из них, у 40% больных эти рецидивы были инвазивными. Исследование RetainBled было основано на селекции кандидатов для динамического наблюдения при патоморфологическом ответе на неоадювантную химиотерапию при наличии определенных мутаций. Из 70 больных 50% имели местный рецидив. Ну и, наконец, исследование неволумаба с GSI в неоадювантном режиме с запланированным динамическим наблюдением при категории Т0 после проведения индукции. Частота рецидивов 8 из 31 пациента. Мне кажется, цифры говорят за себя. Не нужно отпускать этих пациентов под динамическое наблюдение. Хуже будет. Можно ли выполнить резекцию мочевого пузыря? Очень соблазнительно. Хочу сразу сказать, ТУР не подходит. ТУР не обеспечивает резекцию всей толщей стенки с паравизикальной клетчаткой. И это абсолютно недопустимо. Открытая резекция. Да, теоретически может выполняться. Напомню, что кандидатами для открытой резекции являются пациенты с категории Т2, солитарные опухоли подвижной стенки, когда мы можем отступить достаточно от края резекции для того, чтобы у нас не было положительных хирургических краев, не должно быть карцинома инситу, и, конечно, качество мочевого пузыря должно быть достойным. Очень скудный, но самый большой в мире опыт MSKCC, 36 трансфизикальных резекций мочевого пузыря. Обратите внимание, 53% рецидивов. Только местные, у 6 больных, у остальных больных успели появиться метастазы. На мой взгляд, это недопустимая тактика для использования в широкой клинической практике. Тетрамодальная терапия. Петр Владиславович, я думаю, будет долго сегодня выступать, отбиваясь от всех наших нападок. Тетрамодальная терапия это максимальная трансуртральная резекция, неоадювантная химиотерапия и последующее химиолучевое лечение. Тетрамодальная терапия теоретически позволяет избегать главного недостатка трехмодальной терапии и элиминировать микрометастазы при отсутствии тазовой лимфодисекции. Тетрамодальная терапия безопасна и эффективна, но проводилось два сравнительных исследования, тримодальной и тетрамодальной терапии. Одно исследование РТОК 8903, старый режим химиотерапии, CMV, два цикла в неоадювантном режиме, старые методики облучения. Данное исследование было негативным. И перспективное исследование, опубликованное пару лет назад, это исследование, которое сравнивало тетрамодальную и трехмодальную терапию с использованием гемцитабина в качестве радиомодификатора, увы, оказалось негативным. Хотя, если честно, меня очень радуют результаты тех проспективных серий, которые появляются в отношении тетрамодальной терапии. Вот японское проспективное исследование, 154 пациента, это большой материал. Обратите внимание, местные рецидивы только у 18% больных и 5-летняя безрецидивная выживаемость 97%. Я думаю, что, конечно, здесь была очень грамотная селекция кандидатов, но необходимо рандомизированные исследования. Пока тетрамодальная терапия не стандарт. Адювантная химиотерапия. Преимущество несомненно, мы не перелечиваем пациентов, недостатки мы не можем объективно оценить эффект и, конечно, больных после операции лечить сложно. Доказательная база, обосновывающая рутинное назначение адювантной химиотерапии, основана на результатах 12 рандомизированных исследований третьей фазы и, обратите внимание, ни одно из этих исследований не доказало преимущество общей выживаемости у больных, которые получали адювантную химиотерапию при раке мочевого пузыря. Вот самое крупное исследование адювантной химиотерапии RTC-309-94. Мы участвовали в этом исследовании, оно было негативным. Тем не менее, метаанализы свидетельствуют о преимуществах адювантной химиотерапии перед наблюдением. Та же рабочая группа Advanced Blood Cancer проводила многочисленные метаанализы, которые показывали, что адювантная химиотерапия снижает риск смерти на 25% по сравнению с наблюдением. Дополнительный метаанализ 2014 года, еще три клинических исследования, ни одно из них не завершило набор и не показало увеличение общей выживаемости. И вот, наконец, метаанализ ABC 2022 года, который, наконец, на мой взгляд, ответил на ключевой вопрос, адювантная химиотерапия нужна или нет. В это исследование просто включили индивидуальные данные пациентов из рандомизированных исследований. Этих больных было больше тысячи, и при этом было доказано, что адювантная химиотерапия снижает риск смерти на 18%, обеспечивая абсолютный перерост пятилетней общей выживаемости с 50 до 56%. Что лучше неоадювантная или адювантная химиотерапия единственное рандомизированное исследование, которое было проведено очень давно и, конечно, не удовлетворяет современным запросам по качеству клинических исследований, было негативным. Тем не менее, анализы крупных баз данных показывают, что неоадювантная химиотерапия все-таки имеет преимущество по сравнению с адювантным режимом. Поэтому, коллеги, давайте проводить химиотерапию со сплатинооснованных комбинированных режимах до радикальной цистоктомии. При уротелиальном раке верхних мочевых путей доказательная база, поддерживающая неоадювантную химиотерапию, не просто скудная, ее фактически нет. А вот адювантная химиотерапия при уротелиальном раке верхних мочевых путей была изучена в небольшом, но очень элегантном рандомизированном исследовании третьей фазы ПОУД. Очень сложно шел набор, таких больных немного, 250 больных вошло исследование, и это исследование достигло первичной конечной точки, было показано, что адювантная химиотерапия, основанная на препаратах платины, значимо увеличивает безрецидивную выживаемость больных уротелиальным раком верхних мочевыводящих путей Т2-4 и или Н+. Но мы опять упираемся в противопоказание к цисплатину. К сожалению, режим химиотерапии GC или карбогем не являлся стратой в этом исследовании, но мы видим, что больные, которые получали GC имели значимое преимущество выживаемости, больные, которые получали карбогем, имели, как говорит один из наших коллег, глубоком нумерическое преимущество без статистической значимости. Показатели выживаемости были выше, но в статистически значимых различий не было. Очень интересное исследование нашла, готовясь к нашему мастер-классу. Это адювантная химиотерапия при уротелиальном раке верхних мочевых путей с вариантной гистологией. Речь прежде всего идет о плоскоклеточной уротелиальной карциномии и аденокарциномии. Обратите внимание, адювантная химиотерапия значимо увеличивает общую выживаемость, поэтому при вариантной гистологии адювантную химиотерапию проводить нужно. Большое исследование и самое главное было проведено сбалансированное распределение пациентов в лечебные группы. Это очень важно. Естественно, что доказать преимущество адювантной или неоадювантной химиотерапии при уротелиальном раке верхних мочевыводящих путей невозможно. Вот небольшое после удаления лишних данных при сопоставлении пациентов по группам по характеристикам исследования наших азиатских коллег, которые не показали преимущество адювантной или неоадювантной химиотерапии при уротелиальном раке верхних мочевыводящих путей. В заключение я хочу сказать, что пока наш стандарт при мышечно-инвазивном неметастатическом раке мочевого пузыря это неоадювантная химиотерапия основанная на цисплотине. При этом режимом предпочтения становится ДОУС ДЕНСМВАК. Неоадювантная химиотерапия в составе четырехмодального лечения у кандидатов для дистанционной лучевой терапии пока экспериментальный метод. Это не стандарт. Адювантную химиотерапию проводим больным, которые не смогли получить неоадювантную химиотерапию имеют категории ПТ3 и более и или Н+. При уротелиальном раке верхних мочевыводящих путей в нашем арсенале появилась иммунотерапия в переоперационном режиме. И я думаю, что как только появятся сравнительные или даже ретроспективные исследования, всё снова перевернётся с ног на голову. Я благодарю вас за внимание. Мне кажется, что я безобразно перебрала по времени. Да? Спасибо.